Добрый вечер! Это углубленное изучение, библейские курсы, поэтому мы позволим себе дерзнуть и немножко глубже анализировать тексты, чуть-чуть заморочиться, короче говоря. И еще один момент очень важный, я хочу сообщить, напомнить точнее. Можно рассматривать иудейские праздники, которые в Ливии 23, как мы в прошлом с вами говорили, называются даже не иудейскими праздниками, а праздниками Господни. Вот праздники мои, праздники Господни. Мы можем рассматривать их как бы отдельно от новозаветных текстов, но лично мне, как новозаветнику, это не столь даже интересно. Да, это самобытная, ценная, важная культура, более того, предписанная священным писанием еврейскому народу, народу Божьему, ветхозаветному. Однако для нас, конечно, новозаветных христиан, очень важно актуализировать эти тексты и применить их себе. Но не просто, что эти тексты означали им там тогда. Это важный этап такой экзогетического исследования, поиск изначального исторического смысла текста. Но для нас текст оживает, когда мы начинаем понимать, что текст означает нам здесь и сейчас. Правда же? Поэтому вот я и ставил так вопрос и в прошлый раз, и сегодня в этом же замключе хочу продолжить говорить, а что понимание этих ветхозаветных праздников Господних дает нам для понимания новозаветных текстов. Вот такая прагматическая задача. Надеюсь, я буду сегодня более кратким, чем в прошлый раз. Но вы просто мне подарок сделали, что соблаговолили еще раз прийти и послушать эти длинные тирады. Мне кажется, я прошу вас немножко затянул. Мои извинения. Итак, мы сегодня говорим о летнем празднике. Вспомним все семь праздников. Суббота отдельно, мы вообще не берем это отдельный большой разговор. У нас три весенних праздника. Вспоминайте, первый Хаха-Песах, Пасхи. Хаха-Мацот, праздник Мацилии, Пресного Клеба, Пресноков. И, очень важный праздник, Сферат Халмер, Первого Снопа. Именно он пророчески указывает на воскресение Иисуса Христа самого. И там еще вспоминайте, Матфея, первый сноп эскатологической жатвы, воскресшие, которые по воскресении Иисуса Христа вышли из гробов, явились многим. Это такой первый начаток, первый ног будущей, грядущей жатвы в Царство Божие. И эти все весенние праздники, об этом мы говорили, просто я очень коротко, сухо напоминаю, и эти все весенние праздники, они уже нашли свое пророческое исполнение. То есть они пророчествовали, но во Христе Иисусе они полностью были исполнены. Особняком стоит еще один цикл осенних праздников. Мне сложнее даже о них говорить, я еще в процессе поиска, но это три праздника, Зикрон Труа, или часто называют Йом Труа, День Труп, но который традиционно в еврейской культуре называется Рош Хошана или Рош Хошана, Голова Года. Мне это название не нравится, потому что оно не библейское, и мне кажется, библейского смысла он не несет. У меня есть такое смелое предположение, я чувствую сейчас просто некоторые, вот особо, которые любят это, они сейчас уже заготовили там помидорчик у меня бросить. Но да, это такой случай сейчас есть, если вы заготовили, можно. Короче говоря, Рош Хошана, это, я предполагаю, они, когда жили в прочих народах во время Галута, рассеяния, они эту традицию праздновать окончание сельскохозяйственного цикла и как бы начало Нового Года, они унаследовали у прочих народов. Хотя Бог, как мы в прошлый раз с вами заметили, четко предписал, месяц Нисса, но он же Авив, месяц весны, он должен быть первым месяцем в году. То есть с пасхального месяца все начинается. И вот этот новый смысл Рош Хошана, он затмил библейский исторический, как праздник труб, или даже зекрон труа, напоминание о трубе. Потом праздник Йом-Кипур, день искупления, но его в простонародье называют в Израиле судный день. Не будем детали вдаваться, может быть, будет возможность у нас еще встретиться, поговорить ближе к этим праздникам на эту тему. И последний праздник Суккот, праздник Шалашей. Это все три праздника, которые ожидают своего эсхатологического исполнения. Я напомню, это мое любимое слово, эсхатология, и два слова любимых, эсхатология и контекст. Я их ввинчиваю везде, где только можно и не можно. Сам уже устал от этого, ничего поделать не могу. В общем, эсхатология от эсхата с последней, да. Все, что связано с последними днями, с периодом судов последних, вот таких апокалипсисом, все это из такая дисциплина богословская, эсхатология, занимается проблемами или пониманием вопросов последних дней. Так вот, эти праздники, конечно, будут исполнены, и мы вот просто, даже я назвал вам, как они называются, сообщил, и у вас, конечно, ассоциации должны возникнуть. Трубы, суды и пир. Все четко, все ясно, все по откровению Иоанна. Детали в следующий раз. Ну вот посередине, действительно, вот отдельно стоит праздник Пятидесятницы. И мы, как люди, пятидесятники, неопятисятники, то есть веселые пятидесятники, или спокойные, традиционные какие-то пятидесятники, но мы все пятидесятники, это название унаследовали. И вот я не буду вас уже спрашивать, чтобы не ставить вас в нелогкое положение. Потерплю, хотя, конечно, любой преподаватель любит немножко поиздеваться над студентами, там, ха-ха-ха, а вы так думали, это неправильно. С большой трибуны не будем это делать. Вот. Но мне, я иногда спрашиваю, а что же праздник Пятидесятницы означает? Мы же такое название несем себе, или хотя бы, ладно, хотя бы, правильный ответ хочется услышать, от какого дня надо отчитать Пятидесятый день? И самый популярный ответ, он же неправильный, надо Пятидесятый день от воскресения Иисуса Христа. Но еще до Иисуса за столетие у евреев был этот праздник, а как-то же они отчитывали его, да, имея воскресение Иисуса Христа, то я напоминаю вам, что отчитать надо было от первого снопа, праздника первого снопа, это такой начаток, потом этот колос выстаивался, набирал силу пятьдесят день, и в этот день, и надо было прям семь раз по семь, семь недель отчитать, и на следующий день, на Пятидесятый, они начинали жатву. Поэтому в Писании Ветхого Завета этот праздник имеет три традиционных названия. Ну, Пятидесятница в оригинале, оно звучит как Шавуот, от Шаву Седмица. Во множественном числе праздник Седмица. Понятно, да, что это название означает? И вот все его так и называют. И вот, мне кажется, здесь даже произошла такая не очень приятная вещь, мне кажется. Вот это название настолько популярно, что оно вытеснило, даже в понимании израильтян и еврейского народа, вытеснило понимание и задвинуло как-то немножко на вторые планы другие два названия библейских, которые нам и помогут сегодня понять этот праздник. Это два названия, можете записать, можете не записывать, кто как любит. День первого плода, так в Писании есть. И очень важное название. Хак-ха-кацир. Я евритом не владею, я только дренингресский изучал, поэтому по словарям все это смотрю тоже, как и все простые смертные люди. Хак-ха-кацир, что в переводе означает праздник жатвы. И он происходит вот как раз весной. Мы праздником жатвы, ну особенно традиционные писятники, баптистские церкви благословенные, они праздником жатвы называют осенний праздник. Ну почему? Ну потому что мы, и я люблю приходить на вот эти праздники жатвы, смотреть на тыквы, арбузы, у некоторых даже бананы были. И мне хочется спросить, каким серпом вы это пожали? Пришел там на поле и тыкву нажал, да? И сразу чувствуем, какая-то немножко несогласованность какая-то. Совершенно верно. Жмут только злаковые культуры. Их прописные истины, правда же? Поэтому скорректируем, вот то, что мы осенью христиане отмечают, правильнее было бы назвать, если с позиции еврейского писания, это суккот, праздник урожая или праздник собирания плодов, окончание собирания плодов. Но начинается вот этот важный момент сельскохозяйственной деятельности. Сбор урожая начинается со злаковых культур. А в Израиле в июне уже все осыпется. Потому что там уже все цветет уже в марте, все цветет. В мае надо все уже жать. Это не как у нас там, к сентябрю, дай бог, если не сорончат, дождь не замочат, голос пожнем, да? Если повезет. Если богов задобрим там своими подарками. Ну и языческое мышление. Возвращаемся. Так вот, праздник Песнятии – это праздник жатвы. Пока запомните, мы к этому вернемся. К этим вещам. Я долгое время, и вот теперь я буду несколько шагов уже делать в направлении новозаветных текстов. Возвращаясь немножко к пониманию, конечно, истории, как это в Израиле происходило. Я долгое время не мог сопоставить два важнейших события. Ну, нам от Пятидесятницы ни тепло, ни холодно на самом деле, кроме того, что мы относимся к такому мировому движению религиозному Пятидесятников. Пентакоста на греческом будет, да? Но я никак не мог сопоставить. Для меня это было очень важный, очень принципиальный вопрос. Потому что я наотрез отказывался верить просто в совпадение, что сошествие, традиционно принято называть сошествие Духа Святого в православной культуре, праздник Троицы, что это случайно произошло именно в день Пятидесятницы. Ну, во-первых, мы должны помнить, что это один из трех паломнических праздников. Три праздника, все мужское население Израиля должно бы собираться на празднование всех диаспор, с Израиля стекаться в Иерусалим, поближе к Иерусалиму это на Пасху, на Пятидесятницу и на Суккот. Все должны прийти. И я никак не мог понять, а почему именно в еврейский праздник Шевуот, Пятидесятницы произошло такое важное для нас событие сошествие Святого Духа. Я честно вам скажу, при спривлечении многие месяцы, если не годы, потратил на то, чтобы понять это. Но понять это неправильно. Я почему задумался, пауза такая неловкая. Потому что это не было понимание, это было, скорее всего, Эврика. Хохма, евреи скажут. Вау! Просветление пришло вдруг. Ну, в процессе мышления, конечно. Напряжение, мозгового штурма над текстом. И вот эту отгадку я вам хочу сегодня и показать, рассказать, почему это произошло. Я долгое время блуждал, как мне кажется, по неправильным дорожкам. Опять же, опираясь на традиционное, но не библейское празднование, праздника Пятидесятницы. Скажите, кто-то знает в Израиле, что празднует? Ну, так произошло на самом деле, что многие праздники еврейские, они самим еврейским народом были в равнистическую эпоху, эпоху Рассения, переосмысленны. Я их понимаю, почему это произошло. Не хулиганьте там, пожалуйста, да. Вот. Кто еще не посмотрел, туда я сообщаю, там все нормально, никто не пострадал, все хорошо. Да, поверьте мне. Так вот, возвращаясь к нашему разговору, я понимаю, почему это произошло. Но вот многие переосмысления, они, к сожалению, в еврейской культуре, религиозной промышлении, вытеснили библейское историческое понимание. То же самое произошло с Пятидесятницей. Как я вам говорю, пророжка Шана, то же самое произошло с Пятидесятницей. Почему? Ну, потому что они уже, будучи странниками-пришельцами, в рассеянии, их жизнь не была настолько связана с сельскохозяйственной деятельностью, тем более осуществлять ее регулярно, им было сложно, находясь на правах, точнее, не имея никаких прав, на самом деле, зачастую, в народах, которые они были рассеяны. Так вот, вопрос мой. Как сегодня они празднуют Праздник Пятидесятницы? Вокруг чего все крутится? Как они его называют еще? Да, они называют его швот, но все крутится вокруг другого события. Расскажу вам одной фразой, потому что, мне кажется, не стоит на этом зацикливаться. Еще раз говорю, я не нахожу убедительных, весомых, текстологических, библейских указаний на это. А для нас, соло-скриптура, да, прежде всего, Писание должно рождать догматику нашу, богословие. Все крутится вокруг того, что они традиционно принялись считать, что именно в этот день была дарована тара, и все. И теперь историческое понимание Пятидесятницы отошло в сторону, а все крутится не вокруг жатвы, а все крутится вокруг того, что в этот день была дарована тара. И оно называется праздник сюрпризов. И они вот верят, что в этот день какой-то сюрприз должен происходить. И в церкви тоже случился свой сюрприз в виде святого, сошествия святого духа. И вот я по этим тропкам блуждал, блуждал, пока решил все-таки не отказаться от них и не пытаться переосмыслить этот текст. И мы этим с вами сейчас и займемся. Еще раз давайте я один шаг сделаю назад. И вот по первой части мы сделаем наши промежуточные выводы. Итак, еврейские праздники, праздники Господни, они так или иначе были связаны с сельскохозяйственной деятельностью. Я тоже вот еще один маленький комментарий ставлю здесь, позволю. Дело в том, что нам не совсем понятно, почему так много внимания. У нас даже вот в наших экономиках, экономиках наших стран, далеко не у всех, особенно в такой индустриальной стране, как Советский Союз и наследник во многом России, в связи с хозяйственной деятельностью отводится не такое главенствующее положение. И мы с вами не можем понять, почему так важно было все, вот было связано с сельскохозяйственной деятельностью. Ну почему? Почему у нас такое мышление? Все очень просто, я не хочу даже вот от вас заставлять думать сильно. Потому что если мне нечего кушать, я одел шорты, тапочки, изгонял в соседний дом, в маленький супермаркет и купил эти макароны. И мысли у нас, особенно людей, которые родились и выросли уже в послевоенное время, не знают, что такое реальный голод. И смерть от голода для нас слава небесам, слава Господу, явления забытые. Мы не думаем о хлебе, потому что мы знаем, ну не хватит, перехвачу, пойду на макаронах посижу месяцок, на майонезе с хлебом, любимая студенческая еда начала 90-х. А в то время, если не было урожая, то это означало не просто стройная фигура и рельеф мышц, это означал голод и смерть как результат. Вспомните историю, связанную с голодом в Египте, историю с Иосифом и так далее. Если бы не вот это сверхъестественное откровение, и Египет помирал бы. Одним словом, роль сельскохозяйственной деятельности в те времена была архиважной. Ну скажем так, номер один. Нет урожая, нету жизни. Есть урожай, живем. Много урожая, живем хорошо, торгуем, и еще даже остается что-то прикупить. Поэтому многое было завязано на сельскохозяйственную деятельность. Итак, эти праздники связаны с сельскохозяйственными циклами, весенние, осенние, и посередине праздник Пятидесяти стоит, и он тоже связан с сельскохозяйственной деятельностью, и означал начало сбора урожая, а начиналось все с жатвы, и это было первое, что они собирали из нового урожая. У нас что первое? Мы бы что с вами, первое-то что у нас? У нас на Урале первое. Мы жнем первое что? Редиску. Вы же раз огородов у вас нету что ли? До того, как огурцы посадить, вы в теплице что вы выращиваете? Редисочку, выдернул редисочку, там перегноя навозу подкинул в тепличку, и огурчики уже можно ссать, которые дома уже свет на подоконниках загораживают. Правда же? Я немножко вспоминаю, потому что все детство я был связан с этим, потому что папа и мама очень любили это дело, занятия. Они начинали, первый плод нового сельскохозяйственного цикла был связан с жатвой. Поэтому, конечно, это был для них праздник. Свежий хлеб. Все до этого старые залежалые зерна, старое вино. До винограда еще дело не дошло, виноград позже, да? И вот, наконец-таки, новый хлеб. Поэтому, если вы будете читать Писание Ветхого Завета, Пятикнижья, то вы много будете видеть указаний, как Бог говорит, никакого нового хлеба не ешьте, не делайте, зерна не сушите, даже молочных, не подсушивайте, чтобы обмолоть. Вот дождитесь этого события. И, конечно, это был праздник, начинался, Бог дал им новый урожай. И, конечно, они должны были это праздновать, отмечать перед Богом, потому что, повторюсь, если бы Господь не дал им солнца, дождей, не запретил пожирающим, не было бы жатвы, а значит, вымирание и голод. Вот так все было. Грустно. Ну, грустно в том смысле, что все так сильно зависело от этой сельскохозяйственной деятельности. И вот теперь, я думаю, мы можем перейти ко второй части, о которой я тоже буду говорить, и мы чуть-чуть подробнее остановимся. Надеюсь, вы не будете против, если я приглашу вас обратиться к известному тексту в Деяниях апостолов. Что нам Лука рассказывает про День Пятидесятницы, нам же надо, вот задачу, как мы с вами поставили, нам надо совместить эти два слайда, наложить один на другой и понять, почему это прошло Пятидесятницу. Откидываем в сторону, пока отодвигаем дарование Тары, это уведет нас, мне кажется, в сторону от понимания новозаветного текста. Я буду с самого начала читать и маленькие комментарии вставлять, и в самом конце мы с вами совместим эти два важных библейских события. Пятидесятницу, как еврейский праздник, и сошествие Духа Святого. Первую книгу написал я к тебе, Феофил, о всем, что Иисус делал и чему учил от начала. И вот внимательница второго стиха. Текст хорошо нам известен. До того дня, в который он вознесся, дав, обратите внимание, Святым Духом повеление апостолам. То есть, фактически, мы должны сказать, даже до момента Пятидесятницы, Иисус действовал через Святой Дух. Святым Духом, да, обратите внимание. Мы к этому вернемся. Дав Святым Духом повеление апостолам, которых Он избрал, которым и явил Себя живым, пострадании Своем, то есть после воскресения, со многими верными доказательствами, в продолжении сорока дней являясь им и говоря. И вот здесь посмотрите на меня. Простой, маленький вопрос. Прощаясь навсегда. Ну, а для апостола фактически это было навсегда. Прощаясь навсегда с нашими близкими, родными, мы бы в последние дни говорили бы о каких вещах? Первостепенных или третисортных, третистепенных? Можете не отвечать. Я знаю, что вы правильный ответ скажете мне. Конечно, прощаясь с кем-то на длительное время, уж тем более навсегда, мы будем говорить только самые важные вещи, потому что времени на все остальное уже недостаточно. Надо акцентировать внимание на самом принципиальном и важном. Мы будем говорить вам, конечно же, о любви. Будем говорить только об этом. Да, до меня тут нахлынули тяжелые мысли. Я вчера папу похоронил, и поэтому у меня вся неделя с этим связано осмысление последних дней, последняя встреча. Я все ловлю себя на мысли, а что я ему вот это не сказал так, вот так его не приобнял. И, конечно, в последние эти моменты, если бы я знал, что это все наша там последняя встреча, на ту неделю четверг была, если бы я знал, то, конечно, я бы очень хорошо подумал, что сказать в эти последние минуты, как это сказать, как это сделать. Ну, все было на самом деле хорошо, мне кажется, я все правильно сказал, только мало, надо больше. было это сделать. И, конечно, Иисус, прощаясь со своими учениками, Он хотел сказать о самом важном. И Он, сорок дней, являясь им, и говорил о, а у вас не показывается, о Царстве Божьем. И если мы начнем с вами анализировать евангельские тексты, то мы обратим внимание, как много внимания Иисус уделяет теме Царства Божьего. Правда же? Притчи свои Он посвящает очень многие, если не большую часть притч, Он посвящает теми Царству Божьему, подобно Царству Божьему тому или тому. Идите и проповедуйте учеников, Он отправлял проповедовать, что? Ну, если словами Луки, Царство Божие, если словами Матфея, Царство Небесное, это сонимичные понятия, просто Матфей писал, маленький такой комментарий от библеистов, Матфей писал сильно иудейской аудитории, почему? Потому что вчерашним иудеям и в иудейской культуре даже слово Бог, Господь Адуна, и уж тем более имя Божие, слово Бог, Элохим, хотя Элохим это не Бог, это силы божественные, да, има, множественное окончание, ну, забудьте то, что я сейчас сказал, неважно, для сегодня нам. Короче говоря, им даже это произносить нельзя было, и он не мог вот постоянно его вставлять, это было бы как бы слишком суетное такое, вот я хочу вставлять, мы так сами заморачиваемся, ой, слава Богу, не дай Бог, там везде готовы это поставлять, в иудейской культуре нет, поэтому Матфей старается избегать лишнего употребления и заменяет это слово на небеса, Царство Небесное, но это вот, вы обратите внимание, одни и те же самые тексты, у Луки будет Царство Божие, там более эллинизированная была, огреченная аудитория, тоже евреи, конечно же, здесь Царство Небесное. Очень много говорит о Царстве Небесном и посылает учеников своих проповедовать Царство Божие или Царство Небесное, и начинается это все, приблизилось Царство Небесное, первая пропасть Иоанна и первая пропасть Иисуса Христа, пока здесь приблизилось Царство Небесное. Более того, даже само слово «эуангелион», ну, «евангелие», добрая весть, да, оно само по себе, вот само слово, оно недостаточно информативно на самом деле. Ну, представьте себе, если бы я приехал вам и сказал, я вам, так, я с вами много пообщался, пойдем сюда. Извините, я про вас совсем забыл. Да, представьте себе, если бы я приехал вам и сказал бы, слушайте, дорогие мои братья и сестры, новая жизнь, я вам добрые вести принес, радуйтесь, ну, все, давайте, пока. Вы бы мне что сказали? Э, э, погоди, профессор, что? Ну, так давай, что давай, я все вам дал, берите Евангелие, добрая весть, радуйтесь, все, до свидания. Вы бы задали мне важный уточняющий вопрос. Добрая весть. О чем? Да, например, Игорю я бы сказал, я нашел тебе эту твою форсунку там, да, за сто рублей, которая там у тебя не работала, да. Вот добрая весть тоже. О чем? О форсунке там. Потому что он переживал там, не работал, и надо ехать, дети, служение. Поэтому, конечно же, мы видим, встречаем много раз, особенно у Матфея и у Марка, словосочетание Евангелион Тес Басилеес, Евангелие Царствия. Добрая весть о том, что, наконец-таки, Бог собрался навести здесь свой божественный порядок. Пришло время. Все, сейчас Бог вмешается и наведет здесь порядок, а некоторым покажет, где зимуют ракообразные. Все, как пророки предрекли. Евангелие Царствия. Конечно, не значит, что теперь мы не можем говорить, что Евангелие Иисуса Христа. Для нас Евангелие – это добрая весть об Иисусе Христе и искуплении. Это все правильно, но это следующие смыслы. Они тоже Боговыкновенные, тоже Божьи. Но там изначально, историческое, в словах Иисуса Христа, это означало установление прямого божественного правления и порядка, проявления Божьей силы, воли здесь на земле. Но вспомните «Отче наш». У нас, к сожалению, мышление, я об этом много могу говорить, поэтому меня нужно одергивать. Если я сильно долго буду говорить об этом, меня одернете сейчас. У нас мышление сильно, ну не замусорено, наверное, это слишком грубо буду сказать, но на наше мышление христианское оказало колоссальное влияние греческая культура, философия, даже имена греческие, мое, анатоле, я утешаю себя только тем, что оно в Евангелиях, это слово присутствует, шли мудрецы с Востока, с анатоле они шли, там все нормально. Вот. Но многие наши имена, спасибо Александру Македонскому, да, Филипповичу, за наши греческие имена и греческую культуру. Ну, в общем, ладно бы только язык, языковое там, языковое влияние, греческая философия, мышление, идеи, особенно идеи Платона, которые нашли свою реализацию и трансформацию в гностических настроениях. Кому интересно, обязательно посмотрите, что такое гностицизм, древнейший враг христианства. И оно настолько проникло глубоко в нас, что у нас мышление чисто платоническое, не слово плоть, а слово Платон. Ученик Сократа, учитель Аристотеля, а у Аристотеля кто был учеником-то? Александр Филиппович Македонский, но папу у него коварно убили, поэтому он бросил заниматься философией и решил стать полководцем. Пошел мстить. Ну, и так ему это понравилось, что он потом всю жизнь не мог остановиться уже. Короче говоря, платонизм, влияние вот этой греческой культуры, и нам всем хочется с этой земли срочно свалить. Богословы скажут эскапизм, бегство. Все, что мы ждем, как срочно надо отсюда свалить с этой земли. Вот прям чем быстрее, тем раньше. Поэтому, когда мы садимся в самолет, мы с вами, конечно, когда стоим на трапе, говорим, Господи, ну, пожалуйста, ну, пусть уже не долетит уже, ну, в этот раз уже пусть накроется движочек, да. И как только там что-то заскрипело в полете, мы, давай, 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 ну, ну. Так мы молимся с вами. Это у нас диссонанс. Мы чувствуем одно, а верим по-другому. Мы перекрестим весь самолет, на каждый звук сдрогнем. Ну, кто редко летает, то часто, как я, тот засыпает еще до взлета. Привыкаешь, банально. Короче говоря, мы молимся, что все долетело. Почему? Потому что пожить хочется. Мы чувствуем, что как-то нам здесь хорошо. И мы на небо хотим только когда. Когда в этой жизни все нас что-то достанет, то я говорю, Господи, хоть бы уже не проснуться. Все. И для меня не то, что я на небеса там сильно хочу, я просто хочу от проблемы убежать, неважно куда. Я это облекаю в фразу «хочу на небо». И иногда вот если сейчас там дверь откроется, Господь говорит, давай, заходи. Я что-то не уверен, что я прям смело тут же побегу, сделаю шаг. По крайней мере, будет такая неловкая пауза, и я задумываю, так, а сына моего, можно я за ним сгоняю быстренько, подожди немножко, не закрывай. Мы все вместе сразу зайдем туда. Мы задумаемся. И у нас вот это мышление греческое повлияло, но мы все равно чувствуем, что мы на самом деле мечтаем не о небесах, а о хорошей, нормальной, устроенной, здоровой жизни на земле. Чтобы никто не умирал. Все было хорошо. Правда же? Ну, можете мне ничего не говорить, сами с собой поговорите. Правда это или нет? Это вот влияние. А если мы обратимся, и с этим много связано, даже тексты претерпели некоторые изменения. Знаменитый текст 3 Петра, «Земля и все дела на ней сгорят», «Катакаяс» — это и глагол, хотя во всех древнейших написаниях Нового Завета, я, наверное, уже говорю вам, «Эуретес» — это «Земля и все дела на ней будут найдены», чтобы быть очищенным огнем. Огонь как потоп, как вода, очищается. Сначала водой он очищал, потом огнем будет. Появилось, что надо, чтобы сгорело. Почему? Потому что Платон сказал, потом гностики ретанцировали, все это от злого еврейского бога Демиурга, и он низшего порядка, он тут что-то насотворил, насотворил. Эти тела, эрогенные зоны, все это навыдумывал, мы теперь мучаемся, надо срочно, чтобы душа выскочила, перекрестилась, сказал, слава Богу, все от этой освободилось из тюрьмы. Мышление Платона. Хотя мы понимаем, все это Бог сотворил, и мы чувствуем, что, особенно в прекрасный солнечный день, на берегу, когда все хорошо, никто не болеет, все четко, ты смотришь, говорю, ой, Господи, как классно, продлились бы эти мгновения. Хорошо нам. Ну, короче говоря, вы поняли, к чему я веду разговор. Даже в молитве «Отче наш». Я не говорю вам сейчас все срочно, прям переиначить, переосмыслить, книжки по богословию все выбросить, нет. Но надо все-таки несколько обернуться и посмотреть на библейский текст, чему он нас учит. Молитва «Отче наш». «Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое». Мы должны срочно переписать эту молитву. Она устарела. Надо молиться так. «Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, и да придем мы в Царствие Твое, да уйдем мы отсюда и придем в Царствие Твое, которое на облаках где-нибудь». Вот так надо. А Иисус говорит, «Да придет Царство Твое, и следующая фраза, да будет воля Твоя здесь, на земле, как на небе». Мышление ранних христиан, и, конечно, Израиля, оно вообще не представляло какого-то Царства Божия вне земли. Это мы вот так, как греки уже мыслим. Все это от Демиурга. Все это надо... Иисус грядет не с пустыми руками, в руках его большая канистра горючих смазочных средств, чтобы все это щедро полить. Чиркнуть, сказать, «Ребята, отойдите». Все это от Демиурга. Вот у нас такое ощущение. Это Божие творение. Оно ценно в глазах Божьих. Я верю. Он хочет это очистить, как человека. Не спалить, а исправить. Мы даже коля-моля наших детей и то боимся шашлыки разжигать ими. Правда же? Нам кажется, как-то так ощущение, что наш ребенок туда душу свою вложил. Почему? Думаете, что Господь хочет это обязательно спалить, когда он даже после потопа посмотрел с сожалением. Что тут осталось-то? Уже ничего. Ладно, это мы сильно в эсхатологию ушли, в другую мою любимую тему. Я вам говорил, меня надо дергивать, потому что я не вернусь, а потом. Отче наш, сущий, да приди царство Твое сюда, воля Твоя здесь. Надо не просто сделать все, чтобы отсюда срочно свалить. Надо сделать все, чтобы царства здесь было больше вокруг нас. Я не говорю о том, что не будет колоссального переустройства этого мира. Будет. Но все-таки это будет продолжение на земле, новая земля. Не два новых неба, новая земля. И Иерусалим сюда спустится. Ладно, все. Эсхатологическую страничку закроем. Она просто нужна для иллюстрации мышления самого Христа, для нас текстов. Мы-то все говорим с вами про Евангелие, про деяния. Сейчас вам скажу про Царство Божие. Поэтому, конечно, он учил их о Царстве Божьем, и ученики, конечно, понимали его в соответствии с пророчествами Ветхого Завета, что наконец-то здесь на земле должно прекратиться это безобразие. И там много аспектов. Первое. Должны быть наказаны жестоко все языческие народы, которые притесняли Израиль. Сам Израиль должен быть очищен от греха и должен прийти мир в Иерусалим и свет Иерусалимов во все народы. Весь Израиль должен в рассеянии быть Мессией возвращен. Все это многократно, ярко, эксплицитно говорят ветхозаветные пророчества о всем об этом. Поэтому смотрите, какой вывод делают ученики. Сейчас дождитесь до 6 стиха. Итак, все 40 дней он учит их о Царстве Божьем и собрав их он повелел им не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца. И о чем вы слышали от меня? Два вопроса. О чем они слышали от него все 40 дней? О Царстве Божьем. Что ярче другого представлено в ветхозаветных пророчествах? Установление Божьего Царства на земле как прямого теократического управления. А, появился текст, да? Хорошо. Поэтому я предполагаю, что в интерпретации вот этого текста я предлагаю, я не утверждаю, не настаиваю, но мне кажется, надо акцент смысловой сместить несколько. Иисус говорит, ждите обещанного от Отца, что я вам сказал, то есть ждите Царства Божьего. А дальше Он говорит, каким образом это должно произойти. Я вот так прочитываю этот текст. Дождитесь, мы обязательно к Шавоту вернемся. Вы, конечно, уже забыли, о чем вообще мы здесь, по какому событию мы собрались с вами, да? Шавот. Поэтому, усойдясь, они... А, мы пропустили, ибо Иоанн крестил водой, а вы через несколько дней после сего будете крещены Духом Святым. Поэтому, они, сойдясь, спрашивали его, говоря, не все ли время, Господи, Ты восстанавливаешь Царство Израилю, или дословно Царство Израильское? Генитив, родительный падеж. Царство Израильское. Царство Израилю. Если он им намекает, ждите Духа Святого, то что-то у них с мышлением не в порядке, у них с логикой проблемы. Чувствуете? Учил, учил, не доучил. Он их три года и так, и так, а они все равно о Царстве Израильском думают. Если же наши рассуждения сегодня с вами правильные, корректные, что 40 дней он говорил о Царстве Божьем, говорит, ждите установления этого Царства. Оно обещано на Танцове. Меня слышали? Они сразу трансформировали это в библейский текст. Так, а как же у нас Царство Божье устанавливается? Через восстановление монаршей династии Давида. Дам вам потомка Давида. Отрасль, да, Давида? Даже Архангел Гавриил, Мария, это что говорит? Младенец, которому я дам сесть не на облаке, как спасибо Платону, а на престоле, троне отца Давида, и он будет править не просто всей вселенной, а двенадцатью коленами Якова. Все в соответствии с коленами и прочим. Даже Гавриил Мария говорит об этом. Ну, читайте мы последнюю статью антимедейские коннотации синодального перевода. Там вы найдете еще много других примеров. Откатываемся обратно к нашим рассуждениям. И здесь мы видим, что ученики сразу увязали эти две вещи. Он говорит, о Царстве Божьем ждите. Они говорят, а, так все, наконец-таки началось. Так, а у нас сколько еще времени, Дима? Пятнадцать минуточек, да? Хорошо. Движемся к финалу. Я просто думаю, чем стоит, говорит, чем не стоит. Вообще, конечно же, очень важно понять, посмотреть на многие тексты, разговоры с Иисусом, глазами самих апостолов. Не глазами вероучения Церкви, а самих апостолов. Даже когда Иисус, торжественный вход в Иерусалим, это инаугурация. Ученики Его инаугурировали. Они Его пригласили царем. Благословен Царь Израилев. Правильно же? Марка вообще благословенно грядущая не просто Царь Израилев, а Царство Израильское. Они Его на трон возвели. Это еще можно назвать зашествие или даже можно назвать другим греческим словом парусия, прибытие, которое мы всегда переводим как пришествие. Но вдруг Иисус после того, как все сделал для Него, даже инаугурационный Псалом Осана, спаси нас от римской оккупации, конечно же, от этого язычества. Он уходит с Иерусалима, говорит, все, я ухожу, они пытаются его зацепить. Подожди, подожди, куда ты уходишь? Давай хотя бы храм заберем. Смотри, какой храм чудесный. да и камня на камне не остается. Потом говорит, все, оставляется дом ваш, ойкос. Я предполагаю, не вообще дом Израиля, а ойкосом называется храм часто. Дом мой, домом молитвы, ойкосом молитвы назовется. Оставляется пуст. Он плачет. И ученики сидят в недоумении и спрашивают Иисуса. Помните, что они говорят? А какие признаки твоего пришествия? И мы сразу это прочитываем уже через нашу догматику. Мы считаем, так, ученики прикинули, что сейчас, наверное, Иисус умрет, уйдет, потом будет возвращаться, второе пришествие. Интересно спросить у него, а вот какие будут признаки? Мы так это прочитываем. Они вообще не знали, что Иисус куда-то должен умирать и уходить. Для них все это был очень неприятный сюрприз. Потому что они-то уже все готовились сесть по правую-левую сторону, только не на облаке, как Платон нас научил, а в кабинете министров и насладиться звонкой монетой. О чем Петр даже выразил один раз Иисусу Христу. Мы все поставляли, и что нам теперь? Ничего не отсыпется, что ли? В лоно наше. Все нормально, не переживай, будьте в этой жизни, другой. Не волнуйся, Петр. Они готовились, править с Мессией. По крайней мере, в последний период ученичества. В раннем, конечно, там все сложнее было. Конечно, когда они говорят, какие твои признаки, они недоумевают. Слушай, и пальмовые ветви, пожалуйста, возгласы, пожалуйста, революционный псалом, пожалуйста, что тебе еще надо? Какие еще это признаки могут быть твоего парусия, пришествие мы переводим, взашествие на трон. Это тоже такой оттенок, если у этого греческого слова парусия, прибытие, пришествие. Вот мышление их. Возвращаемся. Поэтому, конечно, обещание, установление Царства Божьего не увязали. Царство на Израильском мы бы сделали то же самое, если бы опирались только на корпус ветхозаветных текстов и пророчеств. Понятно то, что я какой-то кому-то выйду я прихожу. Поэтому все нормально у них с логикой. Но тут синодальные переводчики тоже это почувствовали, что как-то некрасиво уж очень получается. Учил, учил три года, а они снова к Царству Израильскому и решили немножко дать им такую небольшую подзатыльник. Можно так сказать? Это не скоребное слово подзатыльник. Подзатыльник. И сделали это путем перевода. Он же сказал им не ваше дело знать времена или сроки, которые Отец положил в свою власть. Видите? И мы чувствуем, как будто Иисус их ругает. Вы что? Куда вы лезете вообще? Куда вы нос вы суете? Царству Израилю? Что вы вообще вздумали? Куда вы лезете? Не ваше дело. Хотя в греческий оригинальный текст гораздо эмоционально проще, спокойнее. Не ваша есть дословно. Это греческая конструкция начает просто. Вы не можете знать всего. Ну а конкретных вещей ну хронос, понятно, времени, времен, этапов можно перевести. А кайрос это даже правильно будет перевести не сроков, а обстоятельств. Посмотрите лексиконы Дворецкого, Вейсмана. Вы это увидите. Он как бы им говорит, все правильно вы мыслите. Только поймите, что вы не можете понять обстоятельств, вот нюансов, как это должно все происходить. Вы думаете, вот я думаю, знаете, в чем ошибка была у учеников? Не в том, что они увязали эти два события. Это пророки напрямую увязали, это даже не они. Если будете внимательно читать, вы к таким же выводам придете. А ошибка была такая же, как и у нас в нашем мышлении. А именно, мы все почему-то думаем, что Царство Божие, Он сейчас возьмет Господь и просто как выключатель включит. А мы при этом со сторонки будем смотреть, как Он это замечательно делает. Давай, Иисус, устанавливай Царство. Это то же самое, когда мы читаем текст, молите Господи на жатвы, чтобы Он выслал делателей на жатву. Помните? И мы все, когда читаем этот текст, если я вам уже рассказывал про это, потерпите еще разочек. Значит, мы все думаем, что это вот такой самолет летит, и там сидят спецназовцы, и у них пока красная лампочка. И мы говорим, Господи, высылай уже! Давай уже! Эти спецназовцы, которые на жатву должны быть высланы, в самолете ждут уже, там никак не дождутся. греческое «эк бало», от глагола «бало» бросать, проблема отсюда, баллистика от этих слов там и так далее. «Эк бало» бросать из, выбрасывать, выгонять как бы. Так мне кажется, Иисус намекает про всех нас, что нам надо просто придать немножко ускорения в направлении «эйс», в направлении жатвы, потому что нам бизнес хочется делать, карьеру строить, рыбачить, ну, я тоже это хочу, и денег, и бизнес, и Мерседес, как все люди, да? Но надо себе как-то тормозить, сказать, давайте лучшее время, лучшие годы все-таки на служение Господу отдавать, нету ничего прекрасней, более достойного, вот. Про нас имеется в виду? Здесь, мне кажется, то же самое мышление. Ученики думали, что сейчас Иисус включит и пригласит нас. Ну все, я все сделал, давайте заходите, рассаживайтесь в кабинете министров. Начинайте править. Они думали, что Иисус за них все это сделает, они порадуются и войдут. И мне кажется, это ошибка их мышления, но и, мне кажется, нашего, потому что Иисус начинает им пояснять, что все это не так просто. Они думали, что как бы он к ним обращается, говорит, вы что думаете, это я сейчас сделаю? И следующий комментарий вставляет. Он же сказал им, не ваше дело, ну, не можете знать времена и обстоятельства, которые отец положил в своей власти и продолжает, мысль-то не закончилась, но вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой и будете мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии и до края земли. Он как бы им говорит, друзья, вы поймите, не я это буду делать, я пошел, а вы сейчас это начнете делать. Вы. Ну, конечно, когда мы, нам сразу чуть грустнее, нам хочется, чтобы Иисус для нас все сделал и на блюдечке, как известно, золотой каемочкой нам все это преподнес. А он говорит, вы станете свидетелями, ну, греческое мартюрос, да, в английском, мне кажется, может быть, в английский отсюда, в греческом мертю, да, мученичество, потому что для нас свидетель, это кто стоит в сторонке, курит, и смотрит там кто-то хулиганит, да, он свидетель. Греческое свидетель это тот, кто непосредственный участник всех этих событий. Он проводник, он неотъемлемый элемент этого всего, этой цепи. Поэтому он говорит, поймите, Царство Божие не я сейчас установлю, и вы его должны будете устанавливать. Но он им поясняет, он говорит, ну, я понимаю, я добавляю, я как бы межестрою, как я это вижу, текст. Надеюсь, вы понимаете, да? Он им как бы говорит, я понимаю, что вы сами по себе на это не способны. Вам нужна сила. Ну, не просто сила ментальная, посиди, помычи, в позе лотоса, там, как-то настройся, а вот тренингом займись каким-то. Не про это. Он говорит, это не просто вам какая-то естественная, внутренняя, ментальная сила нужна там. Иди подкачайся в качалку. Вам нужна сверхъестественная сила. Это символ Святого Духа. Вот тогда только все получится. И он объясняет, как бы, Царство Божие начнет распространение, оно начнет устанавливаться, оно начнет утверждаться через вас при вашем непосредственном части. Вы будете светелем до краев земли. Это, сказать, это стесгес на греческом будет. Но вам нужна сила. И он увязывает эти события. Сошествие Духа Святого, принятие силы и установление Царства Божьего. Давайте я еще один маленький комментарий вставлю, и потом мы все с вами соберем и будем приходить к нашим выводам, отвечая на вопрос, как понимание Шавуота помогает нам в изучении новозаветных текстов. Почему именно в Шавуот это все произошло? И потом он сразу поднялся на облако. Я, если кто-то уже устал от наших исследований, вы передохните, потом мы вас пригласим обратно, помечтайте о чем-нибудь, посидите, с остальными продолжим. Он говорит, но вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой. Я тоже копался с этой греческой конструкцией, и вот таким интересным выводом я прихожу. Я вам приведу сейчас полный лексический аналог этой фразы, только как бы другими словами. Вот представляете, если бы я вам сказал, но вы примете доспехи, внимание, пришедшего великого императора на вас. Маленькие комментарии из лингвистики. Греческий язык, как и русский. Там порядок слов, предложений, необязательная вещь, как в английском языке. В английском языке только поменял местами, интонация меняется, поисовательной, там на вопросительную, если мы подлежащее сказуемое меняем. Правда же, кто английский изучал, он сразу понимает. Это аналитические языки, поэтому там не надо ничего спрягать, склонять, там два окончания для существительных, ноль окончания для прилагательных, с ними вообще ничего не происходит. Он всегда красный, хоть машины красные, хоть дерево красные, все красный, во всех обстоятельствах. Подошел красный машина, там и так далее. И никаких окончаний спряжения глаголов тоже, ну кроме там минговая, иди, иес, все. И приставочек парочку, а у нас приставки, двойные приставки, корень, двойной корень, сублитивный корень, меняется, иду, ушел, да, это одно и то же слово, но даже корень поменялся, и, дышел, у нас суффиксы, суффиксы двойные, окончания, окончания двойные, все это форманты, языком лингвистики говорим, которые, как повороты кубика-рубика придают тексту слову, смысловой оттенок, и это влияет на понимание всего текста. Вот в греческом языке то же самое, поэтому нам не столь важно, я к вам приехал сегодня, сегодня приехал к вам я, сегодня я приехал к вам, и так далее, вы все равно не теряете смысл, правда же? Вот в греческом то же самое, можно менять местами, но возвращаясь в своей конструкции, там все смысл в самом слове, в этих наворотах, в лекциях, формантах, но вы примете силу пришедшего великого императора на вас. Мне хочется спросить, там не силу, доспехи, да, я доспехи говорил, доспехи. На вас что? Доспехи или император? Ну вот по обстоятельствам вы чувствуете, что речь о доспехах, несмотря на то, что я на вас поставил в конце, правда же? Более того, здесь стоит аорестное причастие, вообще забудьте это слово, аорестное, причастие совершенного вида, неприходящего, неходившего, да, несовершенный вид, а пришедшего, У нас все перейдено в будущее времени, когда придет. Хотя я вам точно говорю, поверьте мне на слово. В греческом языке все ясно видно. Причастие совершенного вида, орестное причастие. Пришедшего. Это не дает нам возможности однозначно утверждать, что это указывает на будущее событие или уже состоявшееся событие. Когда он там их вдунул Духа Святого. Я просто думаю, что может быть вообще с этим надо еще подразобраться. Может быть вообще Бог всегда действовал через Дух Святой. Никогда не действовал через Дух Святой. Поэтому я обратил внимание, Иисус дает нам наставление еще до сошедствия. Но дает нам Духом Святым. Но что точно на них не было? Точно на них не было? Не было силы, чтобы стать эффективными. Свидетелями, то есть эффективными распространителями, продвижителями, не знаю там, двигателями Царства Божьего. И вот эту силу они должны были принять. И они ее приняли. Где же у нас связка-то с Швоотом? В самом конце. Главный результат у нас, пятидесятников, главный результат пятидесятницы, я вам скажу, что в нашем мышлении. Это гласолялии, говорение на их языках. Для нас это самый главный результат всей пятидесятницы. Теперь мы все можем молиться. Это классно, я тоже молюсь. Я благодарю Бога за это. Замечательно. Но у нас прагматический акцент сместился. Потому что для нас главный результат – это говорение на языках. Ну, дай Бог, если там кто-то еще пророчествует. Надеюсь, Илья передаст отцу там. Надо пророчествовать. И он утешится, что надо двигаться в этом. Забыли мы, кроме языков, ничего уже не хотим. Почему? Потому что там напрягаться надо. Потеть надо, понимаете? В духовном смысле. А на языках можно так сидеть немножко там отвлеченно. И оно само там, понимаете, как-то. Мы все так любим. Познавать Бога так во сне, через откровение. Пусть придет. Я сплю, и Он мне пусть и назидает. Языки бы так еще иностранные во сне учить. Вообще было бы шикарно. И духовнее становиться. Проснулся с утра, и ты раз, сразу духовный. Ну, ладно. Не будем о больном. Сила для эффективного служения и продвижения Царства Божьего. Вот на чем акцент. А не просто на эффекте говорения. Потому что говорение было не само по себе. Как интересное явление поговорить, коммуникации с Господом Богом. Это как был инструмент в возвещении о делах Божьих другим народам. По крайней мере, это, скорее всего, были с диаспоры евреи сошлись, которые выросли в других местах. Но они слышали о великих делах Божьих. А главный результат писяницы какой? Вспомните. Три тысячи. Вот этого нету. Нету. Кроме первого снопочка вон того, который сам Иисус, сам Господь делал. Нету. И вдруг раз, и три тысячи душ пожато. А? Да, это злаковые, это евреи. Мы еще до винограда, там, грибочков, до русских немцев не дошли. Это позже. Это все еще впереди. Это пока злаковые. На следующий день раз еще с серпом. И еще пять тысяч. Что в этот день началось? По большому счету, началось жатва душ. Ну, по крайней мере, начаток, правда же? Ну, то сохранится, сохранится. Там Господь всех жмет, потом разберется, кого налево, направо. Но это уже в Йом-Кипур. Вспоминайте, при последней трубе. А это уже экзикрон труа. Да? Потом пир порадуется всем плодам. Главный результат, Пятидесятница, не просто способность говорить на их языках. Главный результат, способность действовать в силе так, чтобы в этой проповеди Царство Божие двигалось, расширялось. Установление Его. И вот, когда я совместил эти две вещи, шавуот, и мне кажется, это полное исполнение того, что Бог предрек им. Там Он говорил о натуральной жатве. Конечно, это намек на духовную жатву, прямой. И именно в этот день, при божественной помощи, принятии силы Духа Святого, жатва начала осуществляться. И она закончилась, исполнился этот праздник? Не исполнился. Мы в процессе этого праздника. Она еще идет. Жатва даже не один день, раз и все. Это же сначала злаковые, потом все остальное, кто еще любит, там, черешню я люблю, но у нас не растет она. Жалко. Все это потом собирается. Мы в процессе этого праздника. Вот сейчас мы в эту эпоху жатвы, урожая, плодов собирания, всего. Это и происходит. Ну и по скриптумам, по крайней мере, я надеюсь, что логика в моих словах какая-то присутствует. Я другого гармоничного пока способа, пути объяснить, почему это произошло, Пятидесятницу я не нашел. Пока у меня, в общем-то, у меня складывается довольно гармоничное внутри отношение к этому и понимание. Но по скриптумам такое вам скажу. Вот размышляя над всем этим, над Царством Божиим, я понял еще одну вещь. И единственное, что я не помню, говорил вам, нет, это беда всех, кто много ездит. Где кому, что он уже говорил, там он не помнит. Бывают очень неприятные моменты, когда ты приехал и второй раз в чем-то шуранул, потому что уже не помнишь. И видишь, смотришь на эти лица. У меня один раз так было, честно говоря, Бог меня помиловал, один разочек только меня это тормознул, так присадил. Это тоже полезно на самом деле. Но, короче говоря, размышляя над Царством Божиим, мы должны помнить, что у понятия этого Царство Божие, Царство Небесное, есть две стороны, неотъемлемые, как две стороны одной медали. Царство Божие может быть... А, я вам говорил, напоминаю просто, да, точно говорил вам, Царство Божие, оно может быть понято нами в историческом смысле и опять же в эскатологическом. В эскатологическом эта душа наша пойдет в Царство Божие, ну, оно пойдет на самом деле не в Царство Божие, оно пойдет еще в Парадисос. Временное, в рай мы переводим, Paradise, да, на английском, Парадисос греческое. Временное, бесплотное, блаженное нахождение праведных душ, но потом Господь их оттуда заберет, чтобы они воскресли. Тоже странная вещь, потому что нам кажется, что рай навсегда, а Писание учит, говорит, нет, рай не навсегда, так же, как и ад. Потом оттуда и праздники и решки должны воскреснуть и войти уже в Царство Божие. Ну, в общем, короче говоря, это то, куда душа наша пойдет, мы понимаем, Царство Божие. Но историческое, это когда Иисус говорит, Царство Божие уже где? Уже внутри вас есть. Его надо только оттуда, чтобы оно дальше шло. Не пища и питье, но праведность в мир и радость о Святом Духе. Это вторая сторона, историческое, Царство Божие. Они связаны. Но это немножко, с разных сторон мы смотрим это событие. Так вот, мысли об этом, когда мы читаем, слышим слова Иисуса Христа, ивангельские, конечно, всегда помните, а в каком смысле здесь Иисус имеет в виду, а здесь в каком смысле Он имеет в виду. Конечно, я всегда возвращаюсь к словам о том, что богатому войти трудно в Царство Божие. Если кто-то не был, первый раз вам приезжал, когда-то, не помню, в том году, наверное, по-моему, я об этом упоминал, напомню, что Иисус говорит, трудно войти богатому в Царство Божие. И у меня все время я не мог как успокоиться, потому что я думал и считал, что вхождение в Царство Божие все-таки это не вопрос усилий, это вопрос веры. Если кому-то трудно, значит, кому-то легче. Если кому-то легче, кому-то труднее, значит, это вопрос усилий. Все-таки это не отдел, это некий дар, поверь. Поэтому, я думаю, может быть, правильнее будет этот текст понять в историческом смысле, что богатый и так обременен, что переживать Царство Божие, быть эффективным распространителем его, ему тяжело. В этом смысле. Потому что у него внутри там места нету для него, чтобы двигаться ему. Ну, в общем, ладно. Главная наша тема сегодня, шавуот и Царство Божие, они взаимосвязаны. И я думаю, что напрямую это произошло в Пятидесятницу, потому что Пятидесятница, еврейский праздник Шавуот, Седмиц, Йом-Бекурим, первых плодов и праздник Хаха-Ха-Цыр, жатвы, совершенно не случайно произошло событие, которое мы читаем и Луки в Деяниях. Бог предрек жатву, и она при сошествии принятия силы Духа Святого, эта жатва Пятидесятницу началась. И это главный результат, на мой взгляд, Пятидесятницы. Субтитры подогнал «Симон»!